Европа плюс Орел в этом году отметила десятилетие. По этому случаю был организован концерт. Но необычным событием в честь дня рождения радиостанции стало появление мультимедийного проекта «Персона». Дело в том, что главное богатство радиостанции – это ее слушатели, поэтому мы становимся еще ближе и хотим посвятить программу именно тем, кто нас слушает. «Персона» – это человек, у которого есть свои увлечения, свое мнение, свои вкусы. Мы выбрали самые интересные анкеты претендентов на участие в проекте и решили поближе с ними познакомиться. Мы встречались с нашими слушателями на улице, на работе, дома, в кафе. Рядом всегда был фотограф, который работал как настоящий папарацци. Этот проект выйдет за рамки радио, он будет мультимедийным. История каждого слушателя превратится в слайдкаст. Так что «Персону» можно будет не только услышать, но и увидеть. О слушателях в картинках – главная идея слайдкастов проекта «Персона». Все слайдкасты можно было увидеть в интернете и на местном телеканале с собственным вещанием. Радиослушатели «Европы плюс» в нашем городе получили возможность почувствовать себя звездой. Работа над проектом велась несколько месяцев, а итогом стало вручение подарков всем участникам. Главный спецприз от «Европы плюс Орел» получил Александр, которого зрители и слушатели выбрали главной персоной месяца. Слушатели «Европы плюс» – люди разные, но интересные. Сегодня «Персона» программы – Александр. Знакомьтесь. Я учусь в Орловском государственном университете на факультете ФКС «Спортсмен будущий». Александр сразу рассказывает про свою любимую песню. Мне в последнее время очень нравятся «Питбуль» и «Афроджек». А также признается, когда чаще всего слушает «Европа плюс». С утра, когда встаешь, зарядится энергией и бодростью. «Персона Европа плюс». Энергия, бодрость нужны для совершения новых дел и для новых побед каждому человеку. Но Александр в особенности, ведь, как он уже упомянул, он – спортсмен. Но я бы отметила, что не будущий, а уже самый настоящий. Ведь спрашиваю, есть ли успехи? А он отвечает. «Успехи есть, конечно. Нам всем...» Со мной еще два молодых человека занимаются, чуть младше меня. И вот нам всем присвоили мастеров спорта. Мы очень рады. Ура! То есть ты мастер спорта? Да. «Если вы еще не догадались, то Александр занимается спортивным ориентированием. У нашей «Персоны» есть интересная история о том, как это занятие стало главным в его жизни». Я был в школе, и ко мне подбегает одноклассник и говорит, «Сашенька, там есть такая секция». Я говорю, ну и что? Он говорит, нет, представляешь, что можно бегать в лесу, в других городах, и тень за это ничего не будет. Но я подумал, думаю, хорошо. Говорю, а куда едем? Сказали, уедем в Курск. Но я согласился, и все, мне понравилось, втянулся. А потом стал именно уже тренироваться с направленностью выигрывать, побеждать, ну и вытянуть Орловскую область в первые места. Александр может легко и доступно рассказать о своем увлечении. Ну, люди очень часто путают самоориентирование, ну, с каким-то туризмом. То есть идешь, рюкзачок берешь, пару бутербродов, термос, и пошел там в тайгу, по снегу, или там клеща от себя отгоняя. Нет, это не то. Ориентирование заключается, с одной стороны, в простом, с другой стороны, в сложном. Найти контрольные пункты на дистанции в своей последовательности. И тот, кто быстрее это сделает, тот молодец. Мы с Александром в парке с картой прогуливаемся. Он рассказывает, как обычно проходят соревнования. Рассматриваем карту. Спрашиваю, а кто делает такие карты? Ну, раньше их брали с военных космоснимков. И оттуда рисовали большими такими квадратами. Но городской парк взяли просто. Сняли подложку, так называемый тоже космоснимок, довольно-таки точный. Сделали нужного масштаба и нарисовал очень хороший человек, Зверев Сергей. А эти карты доступны обычным людям? Доступны в плане приобретения? Ну да, можно вот, я могу где-то найти такую карту? Ну, если очень интересно, я могу подарить. Снег, холодно, а ты вот бегаешь, занимаешься и получаешь от этого чудовища. Почему? Как это происходит вообще? Ну, мокрый снег, холодный только сейчас. А летом, когда поют птички, тепло. И прибегаешь, весь такой заряженный. И идешь купаться, потом вечером возле костра сидишь, уют. И как раз ближе к природе, ближе именно к естественному существованию человека, а не жевание бутербродов перед монитором и пачкание клавиатуры. Мы немного замерзли, и поэтому Александру предоставляю заключительное слово пожелания. Занимайтесь больше спортом, сидите меньше дома, а в интернет вообще не заходите. Европа Плюс